всем привет меня зовут антон вы на канале gastro chemistry и сегодня мы будем готовить пасту паста будет сегодня ну почти вегетарианская у меня на самом деле придумала это моя жена она иногда соблюдает пост и когда я нельзя было есть мясо она готовила именно такую пасту и сейчас я попробую повторить конечно мне понадобится вода у меня она уже кипит ну по крайне кипела я ее посолю ну потому что паста должна готовиться соленой воде даже еще чуть и где-то граммчиков 100 я сделаю пасту ну так же я буду мерить на одну порцию я положу пока паста готовится я включу сковородку и налью на нее немного масла масло опять возьму вкусное острое ну чуть-чуть это вот так вот и первым делом мне понадобится лук я возьму где-то половину от этого имеющегося у меня объема и порежу его достаточно крупно ну как-то вот вот так вот ну и пускаем сразу жарится можно сразу немножко присолить дальше я возьму кабачок кабачок цукини или что-то велико бачок цукини как получится есть у меня вот такая приблуда если нет порежь ножом ну наверное где-то половину я буду использовать ну вот так наверное и хватит я буду сегодня использовать пасту пене ну это одна из любимых моих паст я частенько я готовлю ну я порезал так что да вот были похожи они по размеру ну и я думаю что как только скоро до разогреется сразу же можно отправлять ее жарится лук нашим ножки сквариваться пошел процесс его жарения и я отправляю все вот этого дела весь кабачок точно также обжариваться он конечно впитает все масло потому что он работает как губка пока что они он готовится я порежу немного чеснока ну наверно все знают да что я люблю чеснок резать крупным крупно ну и сейчас я не буду тоже изменять своим пристрастием порежу его так чтобы можно было поймать на вилку пока оставлю здесь работать с этим делом так ну цукини долго жарить не надо потому что потому что они будут мягкие не вкусные я сразу добавлю немного чеснока перемешаем это даже чуть-чуть вина белого белого сухого обычного вина прям ну грамм 30 наверно на порцию она сейчас у меня немного потушится и как раз я думаю что к этому времени приготовиться паста но она уже аль денте это значит она почти готова смотри я в это блюдо добавлю немного масла сливочного это поможет мне сделать соус к этой пасте если ну хочешь прям полностью вегетарианскую то не добавляй просто выпарим я добавлю грамм 10-15 даже 10 наверное положу его принципиально с краю и немного вмешаю в то что осталось у меня от вина конечно здесь стоит немножко посолить паста помню соленую уже также я добавлю чуть острого у меня есть табаско но подойдет любой другой острый соус или просто красный перец также я все это дело размешаю запаху ну и буду добавлять потихоньку пасту ну прям можно с водой из-под пасты она у меня чуть-чуть хрустящая как и полагается так совсем немножко я добавлю воды из паста туда же там есть крахмал и это хорошо скажется на соусе немного перемешать и довести пасту до готовности на последнем этапе приготовления я добавлю немного петрушки ну или любой другой зелени которая может показаться актуальным в этой пасте финальный раз перемешиваю соус немного загустел сейчас попробую на соль сейчас чуть-чуть присолю и паста готова я даже не знаю как назвать эту пасту зовем паста с кабачком я выложу в какую-то тарелку можно посыпать сыром но как по мне уже совершенно не актуален что она и так будет хороший важно добавить немного соуса туда и сверху немного свежей зелени в таком формате в общем самом пост очень что я был немножко удивлен даже потому что она может быть действительно вкусный если убрать из этого подсолнечное сливочное масло то это отличное блюдо для поста или для вегетарианца это на удивление вкусно подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ведите себя активно спасибо за просмотр! вот 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 вот